Сергей Юрьевич Соколов возглавил Сочинскую противомалярийную станцию в 1923 году. Он разработал комплексные меры борьбы с малярией. Это опыление нефтевания водоемов, разведение гамбузи, осушение болота, также высаживание платанов и эвкалиптов. За уникальное свойство осушать болота эти деревья прозвали живым насосом. А бактериолог Сергей Юрьевич Соколов рекомендовал высаживать эвкалипты за еще одну уникальную способность – отпугивать комаров. Эти растения имеют специфический запах, который не переносят насекомые. Еще одним методом борьбы с назойливыми комарами стало разведение небольшой рыбки – гамбузи. С невероятной скоростью она способна уничтожать личинки комара, разносчика малярии. Противомалярийной станции нет уже много лет, но труды Сергея Соколова сочинцы будут помнить всегда. Все эти его деяния, все его профессиональные требования, они, конечно, не пропали. Это то, что имеет своих последователей, это то, что внедрено в наш ландшафтный дизайн нашего города, то, что внедрено в нашу городскую среду, это, безусловно, никогда не пройдет бесследно. О сочинском ученом и борце со страшной болезнью на курорте вспоминают два раза в год. Проводятся памятные митинги и акции. На этот раз сотрудники эколого-биологического центра в честь 140-летия Соколова решили продолжить проект «Дерево память». Мы пригласить, решили его родственников найти. И инициативная группа города Сочи по сохранению памяти Сергея Юрьевича нашла родственников, списалась с ними, и они приехали. Но вот чтобы получилось у нас сегодня такое доброе общение, и вспомнив нашу акцию «Дерево память», мы решили сегодня с ними здесь пообщаться, поговорить, вспомнить, что они знают рассказать. Может, чем-то обогатить наши новые знания. Ну и в то же время, я думаю, им будет приятно оставить вот такой след на территории своего знаменитого предка, как Эвкалипт. Трое семей, имеющие родственные связи с Сергеем Юрьевичем, высадили сегодня по Эвкалипту. Теперь на территории эколого-биологического центра растут семь таких нужных и полезных деревьев.